Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Практики много... Разбираем, собираем, одеваем... Наиболее близок мне стиль минимализм... Или сейчас, как такая новая волна пошла, тихого люкса, то есть спокойные, выверенные крой, спокойные цвета, все, что выглядит просто, но очень шикарно. Поэтому, мое такое маленькое представление, и сегодня, конечно, я буду говорить об этих вещах, об умном гардеробе, как собирать вещи, которые долго работают и долго с вами остаются, в качестве, в хорошем, опять-таки, в красивом, актуальном крое. Продолжение следует... С размером, который больше 46-го, Алла сегодня будет говорить, конечно, о моде плюс-сайз. Спасибо, я очень рада быть в этой команде. Да, ну так сложилась моя жизнь с плюс-сайзом, да, что я то здесь, то там, поэтому опыта много личного, и окружение приходит, с которым приходится работать и показывать, что женщина размера чуть больше 48, тоже прекрасно может выглядеть стильно и шикарно. Вот, очень люблю работать с обычными женщинами, потому что круто, когда ты поработав какое-то время, ты видишь изменения, потому что не каждый готов к этим изменениям сразу. Но, если человек слушает, прислушивается, следует советам, это обязательно видно и самому человеку, и окружающему. Выбор Аллы и задач, которые подходят к Алле, одни из самых тяжелых. На самом деле, в регионе плюс-сайз одежда, это самый, наверное, большой вопрос. Хотя мы частенько жалуемся на дефицит ассортимента в крымских магазинах и постоянную недостачу каких-то особенных вещей. Алла Саня в этом году, немножко помаявшись, и, конечно, по очень большой любви и к стилю минимализма, к плюс-сайзу запустили собственный бренд, называется у нас Ют. На прошлом мероприятии мы показывали первую ласточку-костюм, который называется Матильда, девчонки вам его сегодня покажут. Но на самом деле, за этот месяц они успели натрудиться, ассортимент бренда подразросся, новинки они вам сегодня покажут, поэтому они сегодня здесь на площадке не только как стилисты, но и как идейные зачинатели нового классного дела. Мы вообще, как стилисты поддерживаем русских дизайнеров, крымчан, конечно, тоже стараемся, насколько это нам по силам подтягивать их до определенного уровня, потому что и к одежде крымских дизайнеров у нас много вопросов, как это ни странно, как у профессиональных стилистов. Ну и, конечно, с нами на мероприятии традиционно работает наш прекрасный брат Мишня, в доме-то стиле Сережа Хардебакин. Сережа в нашей команде отвечает за беззаботность, красоту, тренды, яркость и все вообще, что у нас ассоциируется с понятием муда и красота, потому что Сережа, конечно, легок и весел. Ну, пару слов он скажется вам. Всем привет. Все сегодня хвастаются, чего они там достигли. Я тоже персональный стилист и съемочный стилист. У меня и клипы, и журналы, все я вам и программы не буду вам перечислять. В общем, это все заключается в один термин «боженка стиля». Сегодня я посетил вас с своей божественной тенденцией расскажу о самых главных и ярких. Как я сегодня, сами видите, на мне мужские тренды, сразу, да, рассмотрим. Карга и яркая трикотажная одежда и жемчуг. Конечно же, мужчины – это главный тренд для мужчины сегодня. В общем, поговорим о веселых, беззаботных, шуточных, как сказал Андрей, безбашных иногда трендах. Я вас просвещу, научусь с ними работать и, как бы, этим всем и закончится. Игорь Сэм. Ребят, продолжаю готовиться. В двух словах расскажу о том, кто нам сегодня помогал собрать это мероприятие, кто нам будет помогать показывать одежду. Возможно, это все стало, конечно, гостеприимству салона «Элик-декор», которые буквально настояли на том, чтобы это мероприятие мы обязательно повторили. Поэтому, Дениса, благодарим и Алену, которая сегодня не с нами тоже, за то, что они второй раз на этот вот «Бедлан» соглашаются. И очень приятно. С нами сегодня наши партнеры, с которыми мы работаем все мероприятия. Должен начать с наших постоянных партнеров, которые обеспечивают и нас, и наших клиентов верхней одеждой. Магазин «Трио Пеле». Их одежду мы сегодня будем показывать в наших образах, дополняя их верхней одеждой «Трио Пеле». Ну, а показывать, собственно, мы сегодня будем нашу программу, которую мы собрали еще у двух наших партнеров. Ну, во-первых, новички. Магазин «Ричи Стайл», который открылся в Симферополе совсем недавно, месяц, да? Да, мы работаем 10 лет, но в Симферополе появились месяц назад. Месяц назад в ТРК «Мусон» открылся магазин, который называется «Ричи Стайл». «Ричи Стор». «Стор», да, точно. Стайлин, который вам сегодня будет презентовать Сережу полностью на 100% собран из одежды из «Ричи Стор». И это классно, очень красиво, интересно, трендово, вы все это увидите сами. Мне сегодня, мою программу будут помогать делать два человека, Наташа, которая убежала примерять костюмы. Это маленький нишевый бутик, который называется «МиЕльс». С Наташей мы работаем давно, она привозит одежду из Италии, недорогую, то есть это не люкс, это просто хорошего качества вещи, итальянского производства. Да, я тебе сейчас говорю. Вот, покажем вам немножко трендовых новинок из ассортимента «МиЕль». Помогать мне сегодня будет прекрасный севастопольский визажист Наташа Скиба. Моя муза Ольга Валерьевна Подбельцева кинула меня уже второй раз, у нее как-то не складывается с Севастополем, поэтому, простите, но тема сегодня будет не возраст до 50 и мода для возрастных женщин. Сегодня мы показываем просто красивую одежду, которая соответствует современным трендам, ну и какие-то принципы стилизации. Конечно, среди наших партнеров бренда «Асьют», но о нем мы вам уже рассказали, а начинает нашу программу «Аня Плюта», прошу любить и жаловать, а я приду одевать ее. Я традиционно начинаю мероприятие, потому что мой гардероб, моя капсула самая простая, но на мой взгляд самая рабочая в плане отсутствия каких-то ярких трендов, но в то же время, как я уже сказала, это все может довольно долго существовать в гардеробе и оправдывать вложенные инвестиции в эту одежду. Конечно, в первую очередь я рекомендую обращать внимание на качество, на качество тканей. Выбирайте натуральные ткани, выбирайте шелк, шерсть. Летом это лен, конечно же, прекрасный, это смесовый или просто в чистом виде. И вот начинаю свою презентацию с себя, сегодня я показываю на себе, модели, я же, она же и модель. На мне костюм льняной, брючный. Всегда в мою капсулу с четырех образов входит черный брючный костюм, потому что, конечно, он незаменим в гардеробах, я рекомендую его иметь, потому что он может вас выручать и на повседневном, да, в повседневном образе жизни. Можно носить со шлепками, как я показываю, можно кеды любые, да, дополнить. И самую простую белую футболку, да. И такой немножко расслабленный стиль, конечно, будет вам комфортен, будет приятен. Дополняем какими-то аксессуарами, можно яркими, можно не очень. Но вот эти вещи в умный гардероб, на мой взгляд, должны входить. Конечно же, этот черный костюм прекрасно трансформируется в вечер, да. Мы надеваем красивые босоножки, утонченные, открываем опять-таки ножки, показываем. И большие крупные серьги, красивая помада яркая. И вот уже у вас вечерний выход готов. Вы вполне можете пойти так и в театр, и на какую-то встречу, да, очень красиво и изысканно. Что еще, да, может входить сюда, чем еще можно дополнить, да. Если мы возьмем белую футболку, просто поменяем этот жакет на футболку и джинсовку, тоже получается простой образ, но обратите внимание на крой, да. Костюм все-таки должен сидеть свободно, и вещи должны сидеть свободно. Прилегания сильного не должно быть. Все должно быть струящимся, легким, динамичным, да. Одежда не должна вас ковать, и это, в принципе, правильный подход к актуальному крою сейчас, в 2023 году, да. Ну, мы так уже носим какое-то время, просто не забываем, что обтягиваться не нужно. И подчеркивать, да, какие-то нюансы тоже, наверное, не стоит. Вот, да, я бы переоделась, и вполне была бы классная история такая. Там еще есть, сейчас покажу, могли бы быть и сандали, но их угнали. А, вот можно, в драке победил Сережа. У нас часто такое бывает, что первый. Наделся домой тапки. Посмотрите, вот очень классные такие мюли, плетеные, легкие, да, на лето с длинным костюмом, конечно, тоже шикарно. Дополняем опять футболкой. Может быть, вот очень красивое поло тут, да, тоже очень классный тренд, но который сложно, да, прямо назвать острым трендом. Уже какое-то время футболки поло с нами лезть. Но вот в таком легком исполнении, вязаном, ажурном, тоже супер, да, вполне себе можно так ходить по делам. И джинсовка сверху, все что угодно. Готовы? Всегда. Всегда. Так, безусловно, здесь можно было бы взять верхнюю одежду, если бы я выбрала кеды, да, и захотелось чуть-чуть утеплиться, трендж сверху на этот костюм, черный внутри, светлый снаружи, сейчас махину, да, тоже было бы очень красиво. Расслабленный костюм черный вытягивает очень силуэт, да, потому что есть один цвет, который создает у нас вертикаль, ну, и сверху вот такой вот тоже легкий тренчик, такой как пыльник, тоже, мне кажется, супер, все сработало бы. Так, и напоследок, конечно же, про брюки я рассказала, с чем можно их комплектовать. Ну, безусловно, мы могли бы взять к этому пиджаку джинсы, да, не терпела, это Сережина, извините, Сережа. Мои. Просторные, да, на лето очень красиво был бы голубой, и с черным жакетом все отлично работало. Передаю слово тренда, спокойная, тихая роскошь, да, и заходит в яркое... Сейчас, Катя, постоит немножко. В яркое здание Сергея Капивакина. Благодарю. Сегодня мы рассмотрим с вами, мы знаем, да, что тренды бывают краткосрочные и долгосрочные. Сегодня мы рассмотрим 11 трендов краткосрочных на весну-лето, которые будут актуальны, и, возможно, что-то из них уже попадет в ваши базовые гардеробы. Екатерина Эфектна под аплодисменты. Мы в одном образе соединяем несколько трендов, и я показываю, что это абсолютно безопасно и не будет выглядеть смешно или как-то нелепо. Первый тренд это Denim, Total Denim, то есть это джинсовая куртка и длинная... Смотрите, здесь у нас в юбке два тренда на самом деле собралось, это Denim и длина Макси. Катя красиво раскроет нам куртку. Под музыку. Да. Смотрите, остаемся на юбке, рассматриваем ремни. То есть сейчас модно использовать несколько ремней одновременно. Здесь мы из-за небольших шлиц тонкие ремни использовали, но красиво, когда ремни разной ширины. То есть можно один узкий использовать, один наоборот широкий, да? Так, поднимаемся выше. Поднимаемся не на ремни. Красивый тренд мы заменяем... Здесь могла быть майка-алкоголичка, если бы так выглядела Аня, да, например? Нет, это футболка. Нет, 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 стилиста. Смотрите, здесь могла быть майка-алкоголичка, все да знают, что это такое за тренд. И сверху джинсовка. Если вы стесняетесь носить такие топы, или если перед вами закончились в магазине фигуры красивые такие. Смотрите, причем, если вы хотите носить такой топ, но стесняетесь, вы надеваете майку-алкоголичку и сверху надеваете такой топ красивый. Это будет уже у нас еще один тренд на многослойность. Опять же, тренд мы здесь рассматриваем, это голый живот, сексуальность, это тоже гипертренд. Мы опускаемся ниже. Еще не краткосрочные. Да, сейчас расскажем, не вмешивайтесь, Екатерина. Смотрите, рыбацкие сандалии. Раньше они были на торте подошве, сейчас на массивной и красивая, сейчас Катя пройдет, и красивая белая строчка. Екатерина, прошу. Очень эмоциональная, конечно. Причем, скажу, что Екатерина достойно шагает в сандалиях 36 размеров, у нее 37, поскольку уже все раскупили в иконике, это тоже сандалия иконика. Значит, давайте посчитаем тренды. У нас деним, секс, голый живот, ремни, сандалии, макси-длина. То есть, а, и это у нас седьмой тренд, это змеиный брит, красиво дополнил образ. То есть, он соединяет и джинсу, и сандалии. То есть, мы в одном образе совместили 7 трендов, и смотрите, это абсолютно не выглядит как-то смешно и нелепо, а вполне гармонично. Сейчас нам Андрей предоставит... Андрей, дай, пожалуйста, очки эти, Лаэра. Белые. Не баланс. Да, ну, в росте конкурентов. Так, ладно, пока они там ищут. Смотрите, Катя сейчас красиво снимет куртку. О, можно? Да. Параплодисменты. Смотрите, красивое сочетание. Еще один тренд, это цветная кожа. Красивое сочетание денима и оранжевого цвета. То есть, опять же, любая футболка, черное, белое, и вполне так можно прогуляться по городу. Куртки, кстати, очень красивые от нашего партнера Трио Пиле. Мне прям очень сочетается, да, красиво, очень голубой и оранжевый. Вот очки, нашли конкуренты. Да, пожалуйста. Вполне это модно, это смело, но тренды, они для смелых людей. Прогуляйся вот туда. А, сюда. Да. Тренды, это для смелых, для тех, кто знает, чего он хочет, не боится, потому что есть вероятность, что на вас будут обращать внимание в городе, но... Катя, посмотри, пожалуйста, сюда тоже. Должны быть готовы к этому, потому что без этого никуда. Я тоже как бы не боюсь ходить в кардигане с вишнями. Да, и белый, это так, пожалуйста. Сейчас, пока Катя... Я уже задержу, там, по-моему, очень скопилось, но мы красиво сейчас завершим. Еще один тренд на многослойность. Мы берем Анин длинный плащ. Так, надеваем его. Опять же, мы помним, что у нас может быть майка вместо топа, да? Смотрите. И еще, не к слову, будет от упомянутой длинный шейк. И кается, да, или где-то с бренд-бекистером. Смотрите, погода крымская у нас вообще непредсказуемая. Вы вышли рано утром, в 7 утра вышли, холодно, зябко. К обеду потеплело, курточку сняли, жилеты, остались в плаще. Тоже очень удобно, на самом деле. Да, и потом все сняли, потом пошли в купальники и вообще на пляж. Так, кто бы так куда пошел? Юлия Литвиненко, там болтает. Литвиненко на доске. Куда бы ты так пошла? Я? Да. Я так каждый день на работу ходила. Вот, поэтому все ДЖК. Смотрите, что... Ну, я, в принципе, закончила. Есть какие-то вопросы по трендам у нас. Кто к доске готов выйти? Кто смелый? Скажите, к какому росту рекомендуется эта длина такой юбки и не рекомендуется? Смотрите, они же по размерам идут и по высоте тоже. Чем длиннее, тем лучше, если хотите быть чем однее. Есть две длины, есть макси, а есть миди длина. То есть можно и миди длину. Миди, это вот, она идет по щиколотку, получается. Нет, я имела в виду рост. Миди, рост. Это не украдет ваш рост. Нет, смело можете носить, можете померить. У девочек в риче есть вся линейка, и у них даже есть миди длина. То есть, возможно, в вашем случае миди длина может быть, соответственно, вполне комплементарна, да, макси. На самом деле, особенность одна. Если вы росты невысокого, то лучше верх такой юбки подбирать в тон. Или тоже сверху, для того, чтобы просто была большая длинная вертикальная линия. А вот если вы высокого роста, то тогда спокойно можно дробить. Тогда можно дробить и одевать наверх более контрастные вещи. Это единственное правило, которое следует учитывать, учитывая рост. А во всех остальных случаях эта юбка подойдет на любой рост. От 150 до 2, это будет отличная работа. Да, спасибо. Опять же, смотрите, с Катей, если она наденет куртку, это уже 8-й тренд, это монохром. То есть, о чем говорил Андрей. Для девушек очень хорошие тренды. Три тренда? И три образа. Ну и чего, не завидуйте. Я ее до 21 доберусь. Пожалуйста, вот такой монохром. Ну, что я хочу сказать для девушек размера 48+. Это основной, конечно, это крой и воздух между телом и одеждой. Тогда все, если есть какие-то недостатки или что-то съеденное, нюансы, это будет скрываться, не будет заметно. Нужно просто подчеркивать, какие тонкие линии есть. Можно декольтер, можно кисти рук, можно щиколотки. Ну, кто-то талию подчеркивает. У всех своя телесность и у всех свои будут рекомендации. Но основной это хорошая прослойка воздуха между одеждой. И сейчас очень модные брюки-палацци, уже какой сезон. Это самая удобная одежда из брюк для меня. Я, например, джинсы не люблю. Я люблю брюки, потому что они легкие, они комфортные, они нигде ничего не пережимают, не жмут. Но самая основная рекомендация, это если вы берете брюки с защипами, защипы должны оставаться защипами. Они никогда не должны облегать вот так вот, расширяться в любых брюках. Это основная рекомендация. Тогда никто не заметит, в какой ширине там или что-то у вас не так. И вам будет комфортно, когда вы будете передвигаться, вы это ощутите на себе. Так, ну, я хотела еще показать, что вот как бы обычный образ брюки-блузка, да, хотела показать, как это работает со спортивной одеждой. Потому что и в размере 48+, и в возрасте 48+, то есть это очень хорошо срабатывает, добавлять к классическому комплекту что-то спортивное. Я выбрала спортивную ветровку, которая сейчас достаточно актуальная. И нужно брать их чем больше по размеру, тем... Да, если найдете больше по размеру, тем круче смотрится. То есть классический комплект, брюки классические, туфли классические, все классическое, все самое привычное. Но когда вы надеваете спортивную куртку, вы сбиваете этим возраст, легкости добавляете, непринужденности. Ну, в театр, конечно, так не пойти, да, для театра я вам покажу другую верхнюю одежду. Но на каждый день и на работу, практически на любую, это вполне уместно. Сейчас я дополню это аксессуарами. Секунду. Вот, например, очки, да, в нашем солнечном климате. Мы смотрим на сегодняшнюю погоду. Тут большой шокер, который, в принципе, вот так можно носить. Можно сочетать разные оттенки бежевого в образе. И это вот здесь нет кармана, мне все время хочется заставить руководку. Вот, получается легкий, непринужденный образ. И еще, что мне нравится в нашем гардеробе, что гардероб получается минималистичным. За счет аксессуаров он может работать на разные случаи жизни. То есть я сейчас сменю сумку. Возьму черную сумку. Сниму спортивную ветровку. Очки так красивые. Их уже купили. Вот такие красивые замошки. За девочку уже забронировали. С открытыми пальцами. И вот у наших партеров в прошлый раз очень пользовались спросом. Сумасшедшие, бахромой. Еще такая фишечка. Ну вот расстегнутый манжет рукава. При движении показывается кисть. Вы не кажетесь зажатыми. Нет вот этих правил, по которым все собрано. Знаете, когда вот видно... Когда только одеваются по правилам, сразу видно. А нужно вот немножко добавлять раздолбайство, чтобы и размер не был виден, и возраст. АПЛОДИСМЕНТЫ Покрутитесь, пожалуйста. Так, я думаю, можно и в театр пойти, и... Ну, вечерний выход вполне себе. Ну, я не стала сейчас долго переобываться, но вы понимаете, что оголенные пальчики будут очень красиво смотреться. Вообще-то хорошее правило. То есть чем больше закрытой кожи в образе получается, тем более открытой должна быть обувь. Это очень хорошо работает в вечерней ситуации, потому что женщины, даже южные, очень любят. То есть одевают очень много драматичных вещей, сетку, брючный костюм и так далее и тому подобное. Как правило, мой опыт показывает, что женщины на вечерние мероприятия выбирают все-таки закрытую обувь. Как правило, это лодочки. А лучше босоножки. Так вот самый-самый-самый эффектный способ, то есть самый простой темный костюм обыграть, это одеть босоножки с максимально открытой ногой, минимальным количеством ремешков. И красную помаду. И красную помаду. А еще вот как бы, да, там холодно. Обязательно без колботка. Даже если это зима, смешно забрать с собой. Смотрите, колготки, смотря какие, если плотные колготки, смотря какие босоножки, это все возможно. Тогда нужно, чтобы где-то открыто было в другом месте, там декольте было или рукав короткий был. Это тоже сработает. Да, просто если зима, и ты пришел куда-то, и вдруг у тебя голые ноги... Ну вот тут должна быть автомобиль, такси. Да, ну удобная история, и надо понимать, что в Крыму, к счастью, зима. Да, да. К счастью, зима не вечная, поэтому такой тренд мы на самом деле можем большую часть года носить. Ну и еще вот трансформация образа у меня очень в этот раз долгая, да? Вот смотрите. Если вы хотите удлинить силуэт, сменить просто куртку, например, на другой цвет, вы вместо берете черную футболку, у вас будет монохромный образ. Сверху другого цвета куртка, и вы уже стройнее кажетесь, потому что у вас есть вертикаль одного цвета. Плюс, хотите casual, вы наденете кеды. Вот под этот же образ, даже с блузкой, кеды будут прекрасно работать с спортивной курткой. С любой курткой, вы будете смотреться по-разному. Я вам правду говорю. Легко, свободно и комфортно. Ну вот, в общем, трансформация образа в гардеробе 48+, очень прекрасно работает. Запасаться нужно хорошими аксессуарами. Все, передаю слово. Я сегодня, поскольку, в общем, немножко был сбит с толку отмены моей вчерашней модели, образы в миле собирал уже по принципу, что подойдет на это по размеру, потому что вчерашняя моя модель была 48-го, сегодняшняя моя модель 34-го размера, то есть X-3S, но я решил поговорить о трендовых стилях, которые сейчас работают, и тоже показать вам, как, в общем-то, очень плохо приживающийся в нашей среде американский стиль прэпи, то есть, как бы вообще может работать. Я его считаю одним из самых красивых и благородных, потому что любая одежда прэпи-стилей, это всегда отсылка к старым деньгам, к очень известным университетам, к дорогому образованию и так или иначе в очень хорошей базе в жизни, а еще прэпи для любой женщины практически вне зависимости от возраста, это очень хороший способ немножко освежить и слегка убрать там 3-4-5 лет, то есть, с собственного лица и с собственного паспорта, потому что прэпи, это, конечно, очень уложавый тренд. Везде нужно, конечно, учитывать абсолютно, как сказать, подходить к этому с абсолютно здравым смыслом, потому что, например, юбка в такой, ну, длинной, но все-таки мини-длине могла бы быть на Наде и короче, и, к счастью, эта юбка позволяет ее укоротить просто отрезом ножницами и довести до комплементарной истории. Мне нравится вот эта история на имитацию торчащей подкладки, то есть, эта юбка на самом деле такой не чистой прэпи, а она еще и имеет отсылку к гранжу, то есть, висят нитки и так далее, и тому подобное. Я хотел показать несколько стилизаций конкретно этого стиля прэпи. Ну, да, давайте еще скажу, что я подобрал сюда молочные лоферы, и я очень хотел вам показать пару классических лоферов с кисточками по одной простой причине. Мы последние года 4 жили в трендах, в которых массивная подошва обуви, то есть, как бы была определяющим фактором ее актуальности. К счастью, вот мода немножко, как всегда, то есть, как бы совершила очередной виток, и теперь она нам предлагает максимально классические модели обуви или на контрасте обувь на очень высоких платформах и танкетках, такая в стиле 70-х, ее сейчас очень много, есть своя специфика, и мы такую пару вам сегодня тоже покажем. Но пока хотел сказать, что вот, например, я бы такой образ не перегружал более объемными лоферами, потому что они его начнут утяжелять, и если вам захочется вдруг повторить образ Нади с помощью бутика Миле и Наташного ассортимента, потому что вы там увидите, что рубашки эти в полоску есть вообще всех на свете цветов, и они все отлично в препестеризациях работают, я бы рекомендовал выбирать максимально классические лоферы. Сюда я подобрал вот такую смешную, дурашную сумку. Опять же, мне очень нравятся женские образы, даже очень серьезные и деловые, вписывать аксессуары, у которых есть маленькая нотка веселья. Сумка немножко похожа на винтажную, она застегивается на фермуар, у нее есть одна ручка-петля, и она может спокойно работать в вечерних образах, но у Нади она такое отвечает за веселье, я бы сказал. Что можно добавить к этому образу из верхов? Ну, во-первых, конечно, такая стилизация будет очень здорово работать со светлыми жакетами. В Rich Store есть отличная коллекция мягких, таких вот без подкладки, вернее, без утяжелений, уплотнителей, коллекция костюмов русского бренда Calista, мы очень любим с ним работать, мы очень любим с ним работать, и я рад, что эти костюмы есть, с удобными брюками на резинках, но вот мягкий пиджак сюда вполне бы можно было накинуть, и Prepper вообще очень любит наверх вещи не куцые, маленькие и такие притянутые, а прямо вот прятать под аверсайз. В идеале, когда длинная юбка прячется под жакетом, тогда получается максимальное эффектное сочетание. Если вам некомфортно с голой ногой, вы можете подобрать сюда достаточно нейтральные или наоборот очень заметные колготки, вот. Ну, я Наде предложил надеть вот такие смешливые носки с люрексом, мне кажется, они тоже добавляют такую маленькую нотку юмора. Prepper, несмотря на то, что достаточно классический стиль, отлично миксуется со спортивными вещами, и поверх этой рубашки и этой юбки, и этой майки-алкоголички можно было бы вполне надеть их куди с капюшоном. Образ бы от этого не проиграл. Обувь можно было использовать спортивную или вот такие лоферы. Ой, что делать? Пожалуйста, Панай, мало заедут. Высочи волки. Вот. Я опять же у Наташи в ассортименте нашел великолепный бомбер, вот такого пудрово-розового цвета. Мне нравится, как вот сейчас Надя его наденет, на ней начнут эти оттенки деликатно играть. Пудровая роза, голубой, серый. Обычно большинство женщин очень как бы спорно относятся вообще к взаимоотношению вот серого с бежевым или молоком. Южанки очень любят выводить свою одежду на максимальные контрасты, использовать много белого или наоборот много черного. Но мне очень нравится серый объединять именно с пастельной группой, потому что мне кажется, что так образ получается очень нежным. Он, конечно, несколько более безопасным выглядит, чем более контрастные варианты. Но, тем не менее, это здорово работает. Опять же, на ноги мы могли бы одеть судакиды, но мне очень нравится, как эта спортивная вещь сочетается с лоферами. Мне кажется, по колористике, но мне, по крайней мере, очень красиво. Конечно, если хочется усилить и добавить остроты, не обязательно этот образ выводить в максимальный контраст. Мы сюда вполне могли бы надеть и серую куртку-косуху из подтертой кожи, добавив по образу Надя такой, ну, не знаю, брутальность. У меня в ее случае не поворачивается язык сказать. Но, тем не менее, вот это такая куртка-малышка, которая будет действительно иметь отсылки к нулевым, когда куртки были не аверсайзные кусы. Но, на самом деле, сюда вполне можно было бы использовать и мужскую косуху, объемную, достаточно длинную, так, чтобы она действительно по длине равнялась у нас с длиной юбки. И тогда тоже получался такой образ поострее. Ну, а так, в целом, в общем, вот такая презентация стиля прейка. Куку, которую я хотел одеть на Надю сейчас, вам сейчас покажет моя коллега Анна Плю. Ну, у нас это нормальное явление. Мы обычно деремся и из-за обуви, и из-за всего такого прочего. А я, знаете, пойду переодеваться. Так что, встречайте, Анна. Так, ну, в общем, обычно все привыкли, что я показываю очень такие какие-то элегантные женственные образы. Но очень часто меня можно встретить именно в таком виде. Я мама, у меня двое детей, я гоняю по городским делам. Мне нужно быть удобной, комфортной, нужно быть очень мобильной. И, конечно, в этом плане спорт очень выручает нас. Не могла не показать эти брюки, которые стали просто хитом продаж на прошлых завтраках. Их просто утащили. И когда я зашла, мы заказывали их на Вазброс. Когда я зашла на Вазброс, я поняла, что мы просто сделали продажи этому бренду. И брюки просто на 500 рублей подорожали. Ну, вот так подогрели мой интерес. Реально очень классные спортивные брюки. Тут такая вот небрежная, они так обрезаны без обработки. Но самая классная фишка в них вот какая. Здесь есть имитация мужских боксеров. И это тоже тренд, но который можно спрятать, если, допустим, вам не хочется. Если вы готовы к лету во всеоружии, красивый пресс, все красиво и эстетично, то, конечно, с кроп-топом, с каким-то там укороченной, завязанной футболкой вполне себе можно ходить, так показывать свое красивое спортивное тело. Белые кеды, опять-таки, из предыдущей моей капсулы, потому что они все-таки должны в какой-то интерпретации быть в гардеробе белые, могут быть любого другого цвета, который вам нравится. Сейчас в тренде кеды теннисные, вот прям все-все-все инстаграмы в них. И более они лаконичные, более плоская подошва, чем мы привыкли. Ну вот, да, самые такие простые могут быть с какими-то там элементами дополнительными. И хочу показать еще один тренд внутри. Это две майки, я вот так не буду сильно, одна на другую, белая на черную. У меня вообще такая сегодня очень веселая весенняя яркая капсула, черно-белая. Но я это люблю, ношу, и мне как-то никогда с этими цветами не скучно играть, всегда они смотрятся благородно, в принципе, на любой внешности. Я завязала узелком, можно носить просто как-то дапировать, можно менять их местами белую на черную. И также можно пододеть лонгслив под майку, то есть просто поиграть с этими слоями, и какая-то вот легкая такая, легкий тренд добавить в очень простой образ. Конечно, куртка триопиле, дополняем классными очками. Вот. И для женщин, которые с утра выходят из дома и носят там все, мяч, бутерброды, термос, незаменимый совершенно шоппер огромный, в который все вмещается. Ну и нам, как стилистам, конечно, когда съемки, когда много каких-то нужно туда напихать. В общем, такой объем очень хорош, все туда помещается, вся жизнь. Видите, работает прекрасно с любыми пропорциями, и очень стройные девушки могут носить такие большие сумки, и более курпулентные. И на всех это смотрится хорошо, потому что на пропорциях с этой большой сумкой, конечно, силуэт кажется в любом случае стройным. Вот такой образ. Если с майками не готовы поиграть, конечно, можно сюда добавить футболку, просто самую обыкновенную белую. Можно дополнить вот такую классную из Ричи Стор, вываренный такой хлопок, именно в таком цвете черно-белый, да, получается, такой графит, но это тренд с прошлого года с легкой подачи бренда Перверт, это просто зашло в топы, и брюки, вот такие вот вываренные футболки, очень классно смотрятся, да, сюда, прям вот она вообще идеально бы подошла. Более спокойный был бы образ, но тут неспокойно. Не учи меня жизни, лучше помоги материально. Мне кажется, что хороший слоган. Конечно, опять-таки, из предыдущего, да, моего комплекта джинсовка сюда, тоже хороша была бы. И, 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 собственно говоря, наверное, все. Могу передать слово следующим, если вы готовы. Да, готовы. Да, конечно. Вот сейчас на вас садится идеально. Как волочный резон? Честно, я ношу так, и мои брюки всегда волочатся немножко по полу. Я считаю, это шикарно. Я их просто часто, да, ну, да, через день из Исуха могу так щеткой немножко... А если лохматые, то это тоже не гранж. Ну, они тут и так лохматые, да, и у меня есть тоже такие же... Да, если шевешка именно в этой длине, потому что, ну, у всех сейчас есть стиральные машинки, в принципе, это не проблема закинуть, постирать, но вот эта длина добавляет, конечно, определенного такого шика. Вот. Спасибо. Ана продемонстрировала нам один большой тренд, это тихая роскошь, как мы знаем, да? Мы же будем с балмошной тренды рассматривать. Давайте рассмотрим летние. Кто в чем ходит лето? Расскажите мне. Кто поднимет руку? Шорт. Молодой человек, да. Шорт, рубашка, рубашка, лето, да. Кстати, для мужчин тоже тренд, это тотал деним. Я смотрю на вас, рубашка джинсовая, да, и джинс, это тоже тотал тренд. Тотал деним. Смотрите, да, с парнями мы разобрались. Очень, кстати, радостно видеть, что и парни интересуются модой Севастополи. В Симкерополе там, кроме Олега, Наташи, никто не приходится поднимать. Девочки, кто носит, что летом? И кто принуждает. Платье беливое носим, да? Шорты короткие носим? Шитье. Шитье, да. Поэтому один из трендов – костюм. Сегодня у нас обстоял разговор по поводу розового цвета. Все немножко от него устали, от фуксии конкретно. Сейчас в моде розовый цвет. Ну и плюс еще бледно-розовый. Но одна еще альтернатива розовому – это лайв-цвет. Он красиво освежает загоревшую кожу ключам. Смотрите. И еще один из трендов – это разные по тональности зеленые цвета. Катя, переводись. Это тоже иконика. Тоже красивый цвет. Красиво смотрится, элегантно. Этот же костюм вы можете, например, заменить здесь обувь на белые кроссовки. Вьетнамки. Легко можно ходить по городу, пожалуйста. Сейчас Катя красиво развернется к ноталье. И все-таки раскрываем наш шакет красивый. Весна-лето 23-го года у нас дерзкие, женственные и сексуальные. Это краткосрочный тренд. Это краткосрочный тренд. Это корсет и кружево. То есть здесь два в одном получается. Катя, пройдись еще там девочкам резкость на воде. То есть бельевая эстетика внедрилась в наш гардероб. Опять же, можно поверх майки, например, черный надгель, да, какой-то, если вы стесняетесь так носить. Смотрите, что-то у нас еще есть. Можно, например, заменить на поло красивое, да, если тоже кружево, в принципе, да. Поэтому, смотрите, вообще костюм это отличная инвестиция в ваш гардероб. Какое-то мероприятие, вы не знакомы с дресс-кодом, возможно, не позаботились организаторы. Вы хотите эффектно выглядеть, да у вас настроение хорошее просто, вы надели костюм по городу очень красиво. Можно вопрос? Да, конечно. Вот материал, с которым должен летом выглядеть костюм. Вот у меня уцелён, он вообще у меня уцелён. Вот без чего материал шел? Это нам расскажет Оля об этом материале. Смотрите, в основном, вся ленняя коллекция, которую мы представляем, наша костюмная группа, это либо Тенцел, это вытяжка из эвкалипта. Вообще, в принципе, мы работаем именно с Тенцелом и Мадалом. Почему? Потому что он очень гиброскопичен, он не милён, нам всем, что важно, чтобы мы себя чувствовали уверенно, чтобы он не мялся, когда мы встаем. Для этого у нас здесь как раз длинный жакет, который скроет тот момент, что мы где-то присели и посидели. Но он выравнивается, то есть он сам в себе держит влагу и этот материал очень быстро расправляется. Например, когда я была на сладьбе, мы там какое-то время сиди и когда ты выходишь поздравлять, тебя снимают и не хочешь состоять в мятом костюме. Поэтому в основном это либо вискоза, где достаточно много вискозы, либо Тенцел. Вот Тенцел у нас как раз группа голубая и молочная, здесь у нас в основном вискоза и немного Тенцела добавлено. Если возьмём голубой, там в основном будет Тенцел. Ну, прекрасно. Смотрите, по поводу плененных костюмов. Вы боялись, что вы будете помяты в костюме, да? Да. Лучше выходить из дома в наглаженном, но люди же, они понимают, что вы в плененном костюме. Они же отстреливают, что вы помялись в процессе, буквально говоря. И это нормально, то есть... Можно выходить не гладят? Нет, нет, нужно выйти поглаженно. Нет, это всегда видно, когда вы вышли не глаженно и когда вы вышли глаженно. Можно помяться в процессе, ну, видно, где залома, а когда вещь лежит, видно, что она помята. И то есть это такая неряшливость можно отнести к тренду... Расслабленности. Нерасслабленности, он по-другому называется. Только что называл. Кто сейчас... Я сейчас называл... не, 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 а, еще до этого. Господи, гранж, вот, гранж, да, это можно отнести гранжу, потому что это его основные характеристики, как сказать, неряшливость небольшая помятость, растрепанность вот такая. Поэтому не бойтесь, носите льняные костюмы очень хорошо с шортами, с пиджаками, очень красивый костюм получается. Вот. А, еще, смотрите, мы дополняем красивой сумкой, белоснежный, вот, пожалуйста. Ну, вполне можно пройтись с друзьями на прогулку, на свадьбу, тоже легко. Я же говорю, можно заменить на кроссовки, это тоже актуально. Костюм, поэтому идеально капиталовложение в ваш гардероб будет. Не хотите покупать, отберите у мужа, в принципе, он у него со свадьбы лежит без... не надеванный, да, да. И поэтому, да. Вы скажите, пожалуйста, я очень люблю носить костюмы, но в Севастополе у нас очень специфическая такая погода. Например, я утром могу выехать в костюме, днем жара неимоверная, а теряется образ. Я беру этот пиджак, дурацкий, таскаю с собой, чтобы все понимали, что это да. И вот как сделать так, чтобы ты днем был нормально, вечером ты его одеваешь. Ну, тут тренды, придется терпеть. Опять же, можно заменить, сейчас смотрите, варианты продаются на голое тело. Костюмы тройки с жилетом, например, заменить на жилет костюм. И это всегда будет на голое тело очень красиво. Ну и плюс, опять же, я вам рассказывал, что корсетная группа нас не покидает. Корсет, это, кстати, тренд краткосрочный. То есть, если лайвовый костюм, цвет, возможно, у нас задержится, то корсеты, я не думаю, что, ну, пока все зашнуруешь, их там устанешь уже, надоест. Поэтому мы с Катериной выходим за следующими трендами. Спасибо. И выходит тихая роскошь. Хотела показать этот образ в своей простоте. Как все говорят, мы любим классику. Вот это вот классика, которая из года в год только крой немножко меняется, потому что каждые пять лет вносятся корректировки по верности классического кроя. тихая роскошь здесь за счет световых сочетаний спокойных, за счет натуральности фактур, за счет классического жемчуга, да, который сейчас опять на пике популярности, вы его можете на руку мотать, на шею, сочетать с, казалось бы, несочетаемыми вещами, со спортивными, с кэжуальными, тогда это смотрится очень свежо и интересно в любом размере, в любом возрасте. Это кэжуальный образ, я очень люблю вьетнамки и не представляю лету в Крыму без этой обуви, я их носила одни, покупаю в таблине, и слава богу, они до сих пор актуальны, и их до сих пор продают. Вот как бы в таком образе я бы пошла куда угодно. Если только на работу требуют для вас закрытые обуви, конечно же, вы можете свинить вот такие красивые в стиле Prada слингбеки с открытой пяткой, да, это летняя обувь. Ой, простите. Вот, тоже это смотрится красиво, эффектно, просто. Сейчас даже на мне юбка немножко помята, но так как это натуральная ткань, это допустимо, и мнется она совершенно по-другому. Вам пройти? Сейчас, секундочку. Менется она совершенно по-другому. Сейчас даже новый тренд такой начинается, что когда с подиума сходят прям специально замятые вещи. То есть есть в этом некая своеобразность легкости, расслабленности, которую просто нужно, чтобы изначально лифть была поглажена. А потом при движении, при ваших жизненных сели, присели, в машине доехали, это нормальная помятость, которая не мешает вашим образом. Также очки классической роговой оправе, которая дополняет и получается при желании, опять же, все зависит от вашей сферы деятельности. Можно застегнуть в город рубашки, сделать более строгим. Если вдруг похолодало. Ну, или если есть задумка такая. Тоже будет смотреться очень красиво. И хочу обратить внимание, что женщины 48+, и не 48+, ходите мужские отделы, покупайте мужские рубашки. А мне мужская рубашка. В женских отделах таких рубашек нет. Их там ниже. Точно так же можно попустить рукав, можно не опускать рукав. В общем, это по-вашему желаю лучше. И хочу добавить опять три опиле. На меня тут подходят только эти куртки. Но они шикарные. где-то кеды унесли, но вы понимаете, что если надеть просто кеды, то тоже можно ходить спокойно. Это обувь, кстати, очень удобная слинбэки. Безбезумно удобная колодка. Вот такая акция. Ладно, продолжаем. Ну и раз уж мы говорим о трендовых стилях, хотел вам сегодня показать еще один прием, как может работать тренд на Total Denim. Сережа вам сегодня показал отличный комплект с юбкой. У Наташи в три опиле я нашел вот такие немножко разномастные джинсовые изделия. И первое, что я хотел бы вам донести, что когда вы простраиваете тотальный образ трансовки, мы рекомендуем, как правило, одежду, из которой вы этот образ складываете, выбирать не в одной тональности образных, потому что так образ получается глубже, рассматривать его интереснее, глаз человеческий, то есть который включается на мелкие несоответствия, потому что когда идеально вылизанная картинка, глаз, как правило, это не раздражает и ему просто неинтересно останавливать свое внимание на предметах, которые его не дразнят. Так вот, этот образ мы собрали из совершенно разных джинсовых элементов, но мне кажется, они отлично между собой работают. Давайте поговорим о том. Ну, здесь у нас, во-первых, джинсы такого классического объема, они узкие, они на Надю немного даже великоваты, но я специально взял такой размер, чтобы они немного висели. Такая модель джинсов достаточно классическая, то есть как бы сейчас требует достаточного объема, поэтому я рекомендую вот такие слегка зауженные джинсы, они еще и немного укороченные, покупать на размер больше, чтобы они спокойно вокруг вашего тела двигались и было достаточное количество объема. на Надю одет красивый джинсовый топ, он такой немножко с корсетными элементами и просто застегивается, такая классная майка, которая в гардеробе может работать абсолютно совсем, начиная от классических брюк, заканчивая легкими летними платьями, не знаю, чем там, майками и так далее, и тому подобное. Очень хотелось показать вам тренд на открытый живот, если вас это смущает, спокойно можете выбрать себе налито из удобной Тенцелла или Мадала хороший комбитресс, майку, который, в общем, будет закрывать тело, но при этом будет окружающим показывать, что вы шарите и этот тренд для вас тоже тем не менее важен и нужен. На верх мы одели огромную такую оверсайд джинсы.